приветствую тебя дорогой зритель в общем у нас тут macbook aero 1932 2019 года переходная модель или как ее еще называют же этого переходного периода пришла с проблемой то есть владелица решила сбросить все до заводских настроек но при этом слетела как обычно прошивка чипа т2 ios bright еще и называют в общем любых манипуляциях при любом подключении подключение через интернет к вай-фай он вываливается в разные ошибки чаще всего это 1000 0 0 f вот что делаем таком случае нам понадобится если все другие манипуляции нам не подходит естественно загрузка со внешнего диска заблокирована потому что нужно будет открывать эту возможность ну так как это было не сделано ранее значит нас остается только одно это через второй mac используя apple конфигуратор все по другому никак мы не сможем обновить ios bright в общем в моем случае таймак 2017 года подключаем кабель юсб си именно в тот порт который находится у нас ближе к lan или от g45 и 2 на макбуке с левой стороны вот первый где зарядку обычно подключать и 2 по счету во второй порт который ближе к вам туда подключаем кабель после чего нажимаем комбинацию клавиш с левой стороны с правой стороны мы shift кнопку включить а с левой стороны у нас так команд control нет options команд мы не трогаем зажимаем удерживаем будет где-то 10 секунд или до того момента когда у нас выпал конфигурации высветится девайс то есть пока с первого раза он не получается вводим в дфу режим вот они комбинации не эти а control options shift и включить еще раз показываю с первого раза не получается потом в дфу режиме мы заходим правой мышкой кликаем и advanced review девайс после чего нажимаем на ресторе ресторе они вы компьютер с которого все это делать должен быть подключен к интернету все он подкачивает прошивочку и после чего может вам выдать ошибку то есть не всегда с первого раза поэтому повторяем данную процедуру несколько раз после чего пока не уйдет наша ошибочка вот отведите поймал ошибку что нельзя ресторе поэтому все делаем то же самое заводим recovery то здесь ему получается я попыток 6 сделал после чего завел его в режим recovery также сделал обновить и теперь ожидаем некоторое время после чего у нас появляется изображение как бы идет загрузка то есть это у нас он подкачивает предустановочные функции чтобы зайти в recovery и начать установку через интернет системы ту которую он предложит ну либо туз который он шел уже с магазина в нашем случае это у нас мужа вышла потому что это у нас 19 год как подробно пользоваться apple конфигуратор и прочее я наверное буду снимать целый цикл видео когда будут но приходить данные модели потому что мне для этих целей я обновил аймак купил 2017 года но чтоб на борту были юсби си кабеля а также был тандерболт третий версии вот через некоторое время сейчас у нас войдет recovery в замочек после того как вошел в замочек вот видите apple контроллер мы смотрим чтобы у нас у нас не рубился но но сейчас рубится после чего опять делаем recovery и видим что у нас табличка замочком ну как бы стоит на месте никуда не исчезает значит все прошло после этого заходим макбук и включаем режим recovery все режим recovery через интернет вот я уже добрался до заветного меню наш до этого заветного меню он не доходит сразу вываливается в ошибку 1001 f после прошивки все ошибка ушла он теперь не перезагружается циклично и дает возможность сделать заходим дисковую утилиту выбираем наш ssd делаем полное форматирование или стереть то есть оставляем все как есть здесь объем у него сто двадцать восемь гигабайт ssd распаян файловая система остается apfs система раздела в джи ю айди тоже оставляем называемый созди макинтош ssd кликаем стереть и все ожидаем данный момент так как это apfs он будет достаточно долго все это нога той маку можно будет отстегнуть кабель и уже дальше работать через интернет подключаемся к сети вай фай и уже будем подгружать систему ставить свой фай после установки системы нужно будет открыть режим безопасности отключить всю защиту от чипа t2 и тогда вы сможете загружаться и со внешних дисков и устанавливать систему со внешних дисков уже без проблем штатив я забыл поэтому важные моменты снимаю именно с руки звук пишу сейчас отдельно потому что постоянно жалуются ну в сервисе в которой я сейчас переехал снимать со звуком но вообще нереально там вытяжка и очень гул и шум стоит все выбираем нашу маку из муджавы нажимаем продолжить принимаем соглашение и теперь остается только надеяться на скорость интернета иногда в процессе тоже могут быть ошибки всплывать потому что через вай фай он тоже не с первого раза там через какое-то время устанавливаться нам повезло установилась первого раза без проблем по времени ну не знаю заняло где-то все зависит от скорости интернета и сколько будет скачивать где-то примерно минут 40 он качал прошивку установку установщика вот процесс идет нормально ничего не перезагружается в ошибки не вываливается рядом с 2 стоит с подобной проблемой так ну все система установилась заходим настраиваем первичные настройки систему безопасность здесь сразу отключаем пароль пароль на входа рекомендую сразу всем делать а после чего нам также нужно будет выключить защиту т2 чтоб потом в дальнейшем но не было у нас проблем с которой проблемы принесли поэтому рекомендую не сбрасывать до заводских настройках сразу отключить сперва защиту после чего можно сбрасывать не получилось тогда можно будет легко с флешки переустановить систему так готова это у нас девятнадцатый год как вы видите один из проблемных годов то есть 19 года макбуки были достаточно проблемные сколько приходили даже после воды не выживали все теперь заходим режим recovery выключаем маг удерживаем команды просто зажимаем клавиши все больше ничего не трогаем сейчас он сам придет себя сам включится удерживая клавиши что он долго нет долго не включается поэтому ждем нам нужно будет зайти режим recovery утилиту пароля прошивки и там отключить защиту тут я уже начал волноваться пойму он так долго не включается вроде включился сейчас пойдет загрузка в общем удерживаем эти клавиши пока у нас не появится выбор страны на всякий случай подключу питание кабель 2 отсоединю 2 это у нас от аймака apple конфигуратор шоу его извлекаем чтобы он не мешал и включаем все вот он пошел в режим моряковый загружаться клавиши команды поддерживаем на месте такого моргнул все вроде загружается в режим то есть иногда может с первого раза не зайти там перезагрузиться или еще что-то поэтому пробуем в общем с этими чипами т2 достаточно много народ нам учился вот поэтому рекомендую если у вас все хорошо работает и у вас macbook с чипом t2 сразу отключайте защиту и разрешайте но то есть меняйте параметры для того чтобы включить загрузку со внешних устройств видите для того чтобы мне и отключить нужно было переустанить систему прошить через прошить а и избрать на систему после чего установить систему рековы после чего зайти в режим рековы только потом можно было отключить функцию все кажись зашел со второй попытки на м1 там немножко полегче делается вот у меня как раз левой стороны м1 стоит там тоже самое нужно будет сделать включить всю защиту и сделать загрузку с юсби все заходим утилита безопасной загрузки но так и называется раньше был утилита безопасной прошивки или пароль прошивки ввести пароль для маку с вводим текущую пароль которую мы создали в системе вот теперь видите высший уровень безопасности здесь разрешить загрузку со внешних съемных носителей ставим галочку и функция безопасность это тоже вниз перемещаем все теперь открываем терминал нажимаем ребут перри загружаемся и теперь у нас порты разблокированы мы можем смело со внешки загружаться со внешних дисков носителей перестанавливать систему свободно вот теперь я сейчас его обновлю монтерей потому что нужно это чтобы сделать еще и второй мак 2 мака примерно так же это и 1 м1 процессор и вот он сервис ком шопки за в которой сейчас у меня временно поселили здесь ремонтируются ноутбуки серверы бесперебойники ну коперы принтеры а также восстанавливаются данные жестких дисков вот на этом все благодарю вас за регулярные донаты в поддержку канала чтоб снимал подобные видны видео с по apple конфигуратор как работать с ним я наверное отдельно сниму еще с каждой модели как свои особенности что куда подключать я думаю пригодится вот так что пишите свои вопросы в комментариях что думаете я обязательно отвечу пожалуйста не надо писать в личку на ватсап